Вы смотрите записки Велобариста, и сейчас я вам расскажу о самом страшном монстре своего детства. Более того, я вам не только расскажу о нем, но и покажу прямо сейчас. Та-дам, та-дам, та-дам. Вот, вот она. Вот это, это Желма Уэз. Желма Уэз – это людоедка из сказки Дутан Батыр, из вот этого замечательного сборника татарских сказок народных. Сборник вышел в 86-м году и сопровождает меня всю мою жизнь. Он вышел большим тиражом в Татарстане. Наверное, почти у каждого есть такая книжка, но за пределами республики не все знают об этом издании. И я вас уверяю, если вы где-то у Букиниста увидите вот эту книгу татарских сказок, обязательно ее возьмите. Потому что в ней отличные иллюстрации и великолепно отредактированные сказки. Сказки вышли под редакцией Ленара Замаледдинова. Вот такие иллюстрации, например, бывают в этой книжке. Художника зовут Вадим Малякин. Замечательный, по-моему, график. Очень здорово все нарисовано. И чтобы было понятно примерно уровень редактуры, как сделаны эти сказки, как они пересказаны. И вообще о том, чтобы было понятно, что этот сборник не совсем для детей. То есть он, конечно, для детей. Он с картинками, он красивый, очень здорово сверстанный. Очень большой достаточно формат для таких детей постарше чуть-чуть, которые читают самостоятельно. Эти сказки, в общем-то, имеют ценность и для взрослого. Потому что в них нет никаких купюр таких вот сказочных. То есть если уж там герой умирает, он умирает. Если течет кровь, то течет кровь. Это совершенно нормально. Причем в детстве это совершенно не мешало и никак не испортило мою жизнь. Хотя может быть. А я уже говорил, что Жалмауэс – это правда самый большой страх в моей жизни. Я когда открывал эту страничку… Я любил очень эту сказку Дутан Батыр. Но когда я открывал страничку с иллюстрацией, где нарисована Жалмауэс, это было очень страшно. Я даже прикрывал ее другой книжкой, чтобы не видеть. Ну, как написано. И что это за сказки. Например, Рогатый Падишах. Как он начинается. В давние-давние времена жил один Падишах. Звали его Зулькарнай. У Зулькарная был один лишний орган, какого не было у других людей. Угадайте, какой. Посередине лба вырос золотой рог. Свой рог Падишах прикрывал волосами, людям не показывал. Далеко не каждому удавалось видеть его, потому и говорили. У Зулькарная рог золотой, видать не видал, а слышать слышал. Ладно. Зулькарнай, оказывается, каждый год один раз сбривал свои волосы. И каждый раз брить ему волосы по очереди назначался один юноша. И тот, кто брил ему волосы, как заходил во дворец, так, говорят, не выходил из него никогда. Убивал он их. Так шли годы. Многих лишил жизни Зулькарнай. Тут еще совершенно замечательная интонация разговорная. Подобной интонации я ни в одном сборнике сказок не встречал. И она у меня прочно ассоциируется именно с татарским сказочником, с татарским рассказчиком. Действительно, есть вот в том, как эти сказки здесь пересказаны. Вот очень точно поймал редактор Ленар Замаледдинов. Он поймал здорово то, как говорят татары. Причем эти сказки ведь на русском языке, да, изданы. И это не выглядит как перевод. Это именно выглядит так, как будто бы татарский сказитель, татарский рассказчик говорит по-русски. Причем он говорит великолепно на отличном литературном русском языке, без всякого почти акцента. Но у него есть такой говор. И очень здорово это сделано. Это просто высочайший пилотаж. Такие книги крайне редко, как мне кажется, встречаются вообще. И не так часто удается издателю, редактору из народного материала сделать современный литературный текст, который не устаревает для меня уже 30 лет. Я регулярно возвращаюсь к этой книге, перечитываю ее. И по ее состоянию, в общем, да, вот она вся зарисована ручкой, там странички некоторые очень сильно потрепаны. Вы видите, как часто я ее читал в детстве, в отрочестве перечитывал. Книга просто, просто шедевр. Вот. И да, кстати, я о структуре ее не сказал. О том, что здесь есть три раздела. Сказки о животных, волшебные сказки и бытовые сказки. Это более или менее традиционные разделы в сказочных сборниках советских. Конечно, большую часть занимают волшебные сказки, самые интересные, самые необычные. Сказки о животных мне никогда не нравились. Мне показались они слишком простыми, такие басенки. А сказки бытовые, они очень интересны. Это такие анекдоты с такой моралью иногда, иногда и даже и без, но и тоже, да, то есть о темах. То есть, есть, например, сказка под названием «Три курильщика опиума». Это, собственно, анекдот про то, как три укуренных мужичка попали в очень смешную ситуацию, как бы остались голодными. Сказка о том, что сказка – это вовсе не детское дело. Вернее, и детское тоже. Но никогда не списывайте со счетов сказки. И в любом возрасте они, во-первых, могут вам рассказать что-то новое. Во-вторых, если они хорошо написаны, хорошо отредактированы, хорошо собраны и правильно, здорово проиллюстрированы, то, конечно, они доставят вам удовольствие всегда, каждый день.